Представляю вашему вниманию интернет-магазин Складис. Для всех наших подписчиков оптовые цены. Все подробности на нашем YouTube-канале. А также наш сервис-центр GSM Moscow. Самые низкие цены. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на ZTE Blade X5. Приступим. Для начала нам необходимо отщелкнуть заднюю крышку. Отщелкнули. Откручиваем. Задние винты. Их довольно-таки много. И последний. Открутили. Теперь нам необходимо отщелкнуть среднюю часть корпуса. Отщелкнули. Вы это можете сделать металлической лопаткой. Либо медиатором. Отщелкнули. Отсоединяем шлейф отпечатной платы. Семь ридеров. Аккуратно. И вынимаем ее. Отклеиваем аккумулятор. И отсоединяем шлейф отпечатной платы. Теперь нам необходимо вытащить аккумуляторную батарею из корпуса. И его довольно-таки легко вытащить. Вынули. Теперь нам необходимо отсоединить все шлейфы отпечатной платы. Отсоединяйте аккуратно. Не повреждайте саму печатную плату. Лучше это делать медленно, не спеша. Отсоединяем фронтальную камеру. Вынимаем ее. И продолжаем отсоединять шлейфа. Откручиваем печатную плату от корпуса. Теперь вынимаем саму печатную плату из корпуса. Делайте это аккуратно. Не спешите. Самое главное не повредите ее. Все. Вынимаем печатную плату. Вынули. Теперь отклеиваем шлейфа. Они немного приклеены к корпусу. Отклеили. Теперь нам необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого вам необходимо немного нагреть дисплейный модуль. Мы уже нагрели его. Нагреть вы его можете феном. Как у нас на канале много видео есть, как нагревается дисплейный модуль. И необходимо отсоединить после чего дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлическим медиатором, либо лопаткой. Вынимаем дисплейный модуль. Все, вынули неисправный дисплейный модуль. Теперь нам необходимо зачистить поверхность корпуса от старого скотча и от осколков стекол. Мы это снимать на видео не будем, так как эта процедура довольно-таки утомительная и долгая. Также нам необходимо обезжирить поверхность. Вот, это примерно делается так. Зачистите хорошо поверхность. Все, перемотаем видео вперед. Все, мы зачистили поверхность и устанавливали двусторонний скотч 3М. А также нанесли клей по периметру. Клей B7000. Все, снимаем бумагу со скотча. Помимо двустороннего скотча, еще раз повторяю, у нас по периметру нанесен клей B7000. Берем новый дисплейный модуль. И устанавливаем его в корпус. Желательно делать это с одной попытки. То есть поставьте его сразу ровно. Все, установили дисплейный модуль в корпус. Далее нам необходимо делать все в обратной последовательности. Устанавливаем печатную плату. Делайте это аккуратно. Не повредите ее. Она довольно-таки нежная. Подсоединяем печат к печатной плате все шлифа, которые мы отсоединили. Подсоединяем. Подсоединяем. Устанавливаем фронтальную камеру. Если на вашем аппарате разбитое стекло, а дисплей показывает, все равно придется менять дисплейный модуль. То есть стекло с дисплеем, так как деталь идет уже в комплекте. И отдельное стекло на данной модели не меняется. Все, прикручиваем печатную плату. Устанавливаем аккумулятор. Подключаем его к печатной плате. И приклеиваем аккумулятор. Устанавливаем плату с сим-ридерами. И подключаем ее к печатной плате также. Устанавливаем заднюю крышку. И также ее необходимо прикрутить. Винтов довольно-таки много. Защелкиваем ее перед тем, как закрутить. И прикручиваем. Вы можете убедиться на видео, что заменить экран на ZTE Blade X5. Довольно-таки легко. Я думаю, почти любой человек с этим справится. Даже если у вас нет опыта. Это делается довольно-таки просто. Все, мы прикрутили аппарат. Теперь необходимо защелкивать заднюю крышку. Все, защелкнули. Мы вам показали, как заменить экран на ZTE Blade X5. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки.